Так как мы только что услышали от наших чиновников, что они нам пообещали до 22 этого месяца установить светофор, мы ждем их обещаний. Вот что они пообещали. А здесь беспредел, беспредел полнейший. Здесь каждый месяц гибнут люди, по 3-4 человека. Это разве пешеходный переход, вот это вот не отметки, ничего нет. Это бардак. А если вопрос не решат, то вы будете продолжать? Мы посмотрим, мы дождемся 22 числа и посмотрим, как наши чиновники сдержат свои слова, потому что это невыносимо. Сейчас в присутствии милиции некоторые останавливаются, некоторые жмут по полной программе. Это не дело. Так что вот так. Хорошо, спасибо вам. Переход, на котором очень часто гибнут люди. Месяц происходит до 3-4 БТП, и в основном они все идут с летальным исходом. Мы просили сделать освещение, мы просили сделать разметку, на нас никто никак не реагировал. Вчера мы вынуждены были собраться и перекрыть здесь дорогу, для того, чтобы привлечь к себе хоть какое-то внимание. Почему? Потому что мы писали очень много писем, мы просили, чтобы здесь установили светофор. На нас, нам пишут не положено, что светофор очень дорого стоит. Что же стоит дороже, светофор или человеческая жизнь? В общем, власти бездействуют. Власти бездействуют. Вот мы вынуждены сделать вот такой вот акт, потому что и будем и дальше это все делать. Почему? Потому что если власти не будет, никакой реакции на наше заявление производить, то мы вынуждены будем... Но вы рассчитываете на то, что таким образом вашу слышат? Ну все-таки да. Вроде бы нам обещают, что вот эта вот штука, которая там стоит, они называют это шпилькой, что это заготовка под светофор. Мы будем надеяться, что это так оно и есть, а не очередная спотыкачка. Хорошо, спасибо вам большое.